Половина 11 утра здесь ждут как праздника, потому что в это время воспитанники детского сада номер 65 выходят на прогулку. Здесь знают, как занять малышню. Совмещают приятное с полезным. Помимо активных игр на свежем воздухе, тут учат детей быть здоровыми с детства. Мальчики молодцы, еще один круг поехали, молодцы. Сейчас и на повороте аккуратно, тихонько. Мы в прошлом году купили детские санки, специальные пластиковые, которые нетравмоопасные. И закупили лыжи. То есть у нас 10 пар лыж, и дети осваивают движение на ходьбы, на лыжах. Также у нас есть клюшки и мечи с шайбами. На участках, где детки постарше уже, старшей подготовительной группы, у них есть ворота, и они отрабатывают удары. Ну и, конечно же, мини-лыжи, без них никуда. Почти что на каждом участке, у каждой группы есть мини-лыжи. А еще благодаря стараниям родителей для этого зимнего сезона было построено две новых деревянных горки. Они не требуют особой эксплуатации. Просто достаточно залить водой, и можно кататься. А еще каждый, кто заходит в детский сад, диву дается. На территории дошкольного учреждения сделано больше десятка снежных скульптур. Здесь сказочные герои, животные, и на самом видном месте символ года – бычок. У нас есть замечательный человек, который появился у нас в прошлом году. Николай Александрович Ильиних – это наш дворник, незаменимый человек в нашей организации. И вот уже второй год он организует такое замечательное мероприятие, как постройка скульптур. Когда-то Николай Ильиних варил сталь на Северском трубном заводе. За добросовестный труд губернатором Свердловской области был награжден орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. В прошлую зиму Николай Александрович успешно освоил снежную скульптуру. Соорудил Деда Мороза и снегурочку для ребят из детского сада. В этом году разошелся на славу. Снег нужно было куда-то убирать, что-то делать. Вот мы и решили. Сначала ставили елочку, вот она каждый год здесь ставится. Но к этой елочке нужно было, чтобы снег не куча им было организовать это. Сначала сделали один столбик, один это я хотел просто с одной стороны сделать это. Ну и потихоньку, потихоньку вот такая пришла наша идея. Весь коллектив детского сада номер 65 бережно относится к зимним забавам. Снежный городок, безусловно, будут стараться поддерживать в хорошем состоянии до наступления оттепели. Что касается зимних видов спорта, то свежий воздух и хорошее настроение будут прекрасными союзниками в этом деле. Ольга Демьянец, Сергей Чижов, Новости 11 канала.